Знамена Союза ветеранов-афганцев, стяги районных организаций, портреты погибших воинов и верный товарищ интернационалистов БТР-80. Это шествие как символ вывода советских войск из Афганистана. Вот те знаменитые исторические кадры. Уходим, уходим. Прощайте горы, вам бедней. Кем были мы в краю далеком? Пускай не судит однобока нас кабинетный грамотей. Прощайте. Мы уходим. С востока. Уходим. На мемориальном комплексе «Сыновьям Родины. Вечная память» собрались сотни воинов-интернационалистов. Для многих этот день как встреча выпускников. Выпускников самой суровой школы. Школы жизни. Филипп Киареску встретил здесь своего друга, с которым вместе в госпитале залечивали афганские раны. Они не виделись 28 лет. Мы встретились, обнимались, даже поплакали чуть-чуть. Конечно, постарели мы. Вместе с воинами-интернационалистами почтить память погибших приехало и высшее руководство страны. Председатель парламента Андриан Канду призвал политиков больше не допускать того, чтобы граждане страны проливали кровь. Премьер-министр Павел Филипп рассказал о разработанной программе по повышению уровня жизни воинов-афганцев. Главнокомандующий вооруженными силами Республики Молдова президент страны Игорь Дадон подчеркнул, что вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана – это важная страница нашей общей истории. Игорь Дадон призвал прекратить спекуляции относительно афганских событий. Глава государства заверил, что будет прилагаться. В последние годы, по мнению Игоря Дадона, власти не уделяли этому должного внимания. Я выхожу с инициативой, чтобы каждый год в этот день президент подписывал указы для того, чтобы еще раз многие из вас были удостоены медалями, орденами со стороны государства. Сегодня утром я подписал указ по предложению вашей структуры, которая представляет указ по награждению шести ветеранов медалями. Это очень важно, это очень хороший сигнал, чтобы люди помнили. Люди помнили о том, что вы настоящие герои. Последние годы причуды геополитики и война на Ближнем Востоке, террористические армии, черные знамена и хаос заказали, что наш подвиг не был случайным. В афганской кампании приняли участие более 12,5 тысяч уроженцев советской Молдавии. 301 воин не вернулся с полей сражений. В память о них пришедшие возложили цветы. Ветеран войны в Афганистане Виктор Карпов показывает многочисленные награды. Среди них орден боевого красного знамени. Его он получил за успешное выполнение боевых операций. Я как командир батальона отвечал за каждого человека. За меня даже любой один погибший – это трагедия была. И поэтому наша задача была как можно больше спасти людей. После официальной части нынешние военнослужащие накормили ветеранов традиционным блюдом – солдатской гречневой кашей и напоили горячим чаем. Таким воины-интернационалисты запомнят вкус этого праздника. В том, что это именно праздник, они не сомневаются, потому что окончание любой войны – это торжество мира.